Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать! Движемся дальше по иконописной азбуке на канале Русской иконописной школы. И сегодня у нас с вами термин «Волхов». Для иконографии это совершенно конкретные персонажи, как правило, их три. И это, согласно евангельскому тексту, в Евангелии от Матфея, во второй главе, с первого по второй стих, рассказывается о тех мудрецах, которые приходят поклониться родившемуся Спасителю. И обычно их изображают как таких восточных халдейских мудрецов. Также традиция нам оставила их имена – Гаспар, Валтасар и Мельхиор. Они принесли царю мира дары – золото, ладан и смирну. И их изображение есть в иконографии Рождества Христова. Как правило, мы видим их скачущими на конях, где-то там высоко, еще немножко далеко от пещеры, в отличие от пастушков, которые находятся уже рядом. Кроме того, их изображение есть в такой иконографической схеме, как поклонение волхвов. И тогда они изображаются уже ближе, как те, кто принесли эти дары. Ранняя иконография оставляет нам такие свидетельства. Как правило, они в костюмах восточных странников, в коротких таких плащах, в таких сапогах, и не очень длинных туниках, иногда в афрегийских колпаках, которые всегда в ранней иконографии свидетельства пришельца и человека внешнего для какого-то места. А поздняя иконография уже X, XI и позже XII-XIII веков – это облачение туника, мантии, короны или тюрбана на головах. То есть вот уже такое другое представление о восточных мудрецах. Однако всегда, когда мы видим с вами или ранние, или более поздние иконографические схемы, мы всегда их узнаём. Их всегда трое. Они всегда в таком почтительном отношении к родившемуся младенцу, богомладенцу. И в данном случае волхв – это не какой-то волхователь, который подвергается порицанию, а так подчёркивается их статус мудрости. Для, например, Рима изображение в римских катакомбах, большое количество римских катакомбах, раз изображаются именно волхвы. И для только-только воцерковляющейся, так скажем, становящейся христианской римской империи очень важно, что одними из первых христианами, фактически исповедующими Христа как царя мира, как родившегося спасителя, являются люди, которые не были иудеями по рождению и вообще были далеки от этой традиции. Однако по своим книгам, по своим, с помощью своих знаний они узнают, узнают, что царь мира должен родиться, и вслед за звездой, появившейся на небе в ночь Рождества, они приходят поклониться родившемуся спасителю. Следующий термин, о котором мы с вами поговорим, это термин «воскресение Христово». Оставайтесь с нами на канале Русской иконописной школы. Будем двигаться по иконописной азбуке дальше. Продолжение следует... Продолжение следует...